Добрый день, уважаемые пчеловоды! Меня зовут Дмитрий Николаев, председатель Союза промышленных пчеловодов. Это видео я записываю в связи с тем, что 17 декабря пройдет конференция президента России Владимира Путина. С 6 по 17 декабря объявлен сбор вопросов, на которые хотел бы ответить президент. Мы с вами на данном этапе сейчас продолжаем активную борьбу или отстаивание нашей точки зрения касаемо ветеринарных правил. И не только в этом заключается суть проблемы. Проблема гораздо глубже и в уничтожении пчелы, нанесении вреда путем химических потрав. Это и попытки уничтожить малое предпринимательство или личные подсобные хозяйства. Ведь многие пчеловоды это пенсионеры, люди, которые обеспечивают свои семьи и имеют какую-то дополнительную поддержку от пчел. Есть среди нас те, кто занимается это чисто из любви к пчелам, хобби. Хотя мы все любим пчел, но и не важно, имеет кто-то какую-то работу дополнительную или нет. Поэтому это очень важная тема для всех нас. И я считаю, что и моя позиция такая, что как бы у меня не опускались руки, как бы я бы пессимистически не смотрел на какие-то вещи и думал, а все равно это не поможет, все равно все останется по-прежнему. Поэтому я считаю, что если появляется хоть какая-то возможность, хоть сделать что-то во благо нашему общему с вами делу, ее надо использовать. И именно сейчас я увидел эту возможность в прямой речи или в конференции нашего президента. Как бы кто к нему не относился, как бы кто не относился к его решениям и так далее, и так далее. Друзья, вы знаете, мне прислали статистику, что на прошлой конференции было 300 вопросов от пчеловодов. Всего 300. Это очень мало. Я уверен, что если у нас сейчас будет тысячи вопросов касаемо проблем пчеловодства, то там наверху те, кто люди, не сам президент даже, а те, кто люди будут рассматривать эти обращения, эти вопросы, они увидят, что что-то происходит не так. А я вам хочу сказать, что администрация президента, она следит внимательно за тенденцией, за количеством, за какими-то проблемами, выискивая, пусть в своих целях, но какие-то слабые извинения и так далее. Какая-то работа, она все равно производится. Поэтому это очень хороший шанс, коллеги, достучаться до президента и, ну, может быть, не на все вопросы наши получить ответы, но хотя бы привлечь к себе пристальное внимание, особенно в свете последней этой попытки принятия ветеринарных правил. Ведь мы не знаем, примут они, что они примут. Они не идут с нами на контакт. Вы знаете, мы составили, я составил несколько вопросов, наиболее, может быть, глобальные, актуальные какие-то. Это и химпотравы. Проблема, она не решена. Это и ветеринарные правила. То есть мы не знаем, что будет дальше. К этой проблеме надо привлечь внимание. Это и предстоящая чипизация пчел. Это как дополнительная нагрузка на пчеловодов, которая ляжет бременем на нас и даст дополнительные трудности, не решив никакой проблемы при уже существующем учете количества пчелиных семей. Это и ролики, выпускаемые на федеральных каналах, которые антипропаганда, потребление меда, потребление здорового образа жизни, видения. Это все это как бы в совокупности. Я описание этих вопросов оставлю в описании под видео. Я предлагаю вам, дорогие друзья, пожалуйста, я даю добро всем ютуберам, блогерам распространять это видео на своих каналах с призывом, чтобы простые пчеловоды не поленитесь. Я также оставлю внизу под видео описание, как попасть, как написать этот вопрос. Все очень просто. Скачивайте приложение, есть специально выпустили приложение, Москва-Кремль, Путину, по-моему, так оно называется. Ссылку я оставлю. И вы скачиваете его, вы регистрируетесь и отправляете свой вопрос. Его можно в видеоформате, там не больше одной минуты. И можно письменно написать, там тоже определенное количество знаков, 1800 знаков, по-моему. Дело не в это. Вы можете свой вопрос Путину задать о пчеловодстве. Вы можете свою, значит, со своей сформулировкой к нему обратиться. Не суть так важно. Просто сделайте это. Если нас будет тысячи, я еще раз говорю, есть шанс, что они поймут, что что-то не так происходит. Если 10, 15, 20, можно понять, что кто-то из пчеловодов недоволен, ну ничего страшного. Но когда тысячи обращений, тогда они вынуждены будут обратить внимание на эту проблему и держать ее на контроле. Мы от регионов сейчас пытаемся тоже какое-то видео составить, записать, я как представитель от регионов, и каждый сам, и председатели пчеловодческих сообществ, районных, значит, краевых, региональных каких-то. Просто вы лично пчеловоды, вы спрашивали, как вы можете лично помочь, пожалуйста, скачивайте, регистрируйте, пишите. Я оставлю вот эти несколько вопросов как основу, а вы можете перефразировать, представиться там, естественно, выбрать один какой-то из них, или два, или три сразу. Тогда они поймут, что что-то, ну, есть шанс, что они нас услышат. Я призываю всех пчеловодов, пожалуйста, сделайте это, это есть шанс. Мы доказали, что мы можем объединяться, мы показали, что мы можем контактировать по острым вопросам. Вы знаете, если нас раздробят, то они победят. Но если мы будем прислушиваться к здравому смыслу, если мы будем отстаивать свою точку зрения, свою позицию, то я уверен, что вода, как говорится, камень точит. Я надеюсь на вашу помощь в этом вопросе. Если какие-то вопросы есть, пишите комментарии, звоните, телефон мой в открытом доступе, готов ответить на эти вопросы. Давайте завалим администрацию президента этими вопросами. Давайте мы не останемся равнодушными, потому что ничего еще не принято и ничего еще пока нет, никакой ясности. Всем всего доброго. Распространяйте это видео по соцсетям, по группам. Публикуйте у себя на инстаграме одноклассниках. И победа будет, я уверен, за нами. До свидания. Счастливо всем.